Вот это вот жители набрали у себя, это мы набрали здесь сейчас. Говорят, что у них такая же вода, но через два часа она будет вот такой. Воду из своего крана жители Ромашкова принесли на встречу с депутатом МОСОБЛДУМа от Единой России Дмитрием Голубковым не просто так. Даже визуально она выглядит не очень приятно. Качество воды здесь давно оставляет желать лучшего. Самое больное место у нас на нашей улице – вода. Совершенно не конечно. Ранее я жила на улице Колхозной, это Нижняя Ромашкова. Там водопровод 70-х годов, чуть попозже его проложили. Там жесткость, там унитазы и ванны. Если вдруг ты уехал куда-то, приезжаешь, вот такой слой известей. Кроме жесткости, воду часто отключают из-за прорывов и аварий. Трубам здесь не один десяток лет. Они давно проржавели и требуют замены. Эту проблему надо решать, прежде всего, уверяют жители. Отключение происходит из-за прорывов труб. То есть мы не жалуемся на работу водокачки. Работа водокачки, когда были жалобы, их исправили, поставили новые насосы. Мы ничего не можем, по крайней мере, по нижнему ромашку, можем сказать. Но прорывается постоянно где-то труба. Вместе со специалистами ресурсно-снабжающей организации обсудили возможные пути решения этих задач. Дмитрий Голубков предложил продумать поэтапный план, рассчитать затраты. Сейчас коллеги посчитают расходы, которые требуются на перекладку. На данный момент в рамках реализации государственных программ уже запланированы работы по реконструкции местного ВЗУ к 2025 году. Кроме того, разрабатываются проекты по замене сетей водоснабжения. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.